Центр реабилитации больницы святого апостола Андрея Первозванного, что в Новом Городе ежегодно помогает тысячам юных ульяновцев со всего региона. Сюда попадают дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями нервной системы, дети с ДЦП и после травм. О новейших методиках реабилитации и современном оборудовании Элла Шахова. В центре реабилитации работают с детьми с неврологическими и ортопедическими патологиями. Рафис не разговаривал до 4,5 лет. Вернее, говорил, но только одно слово. Только было слово «мама». У нас все были мамы. И папа был мамой, все были мамы. И вот мы начали приезжать сюда, проходить курс, и у нас уже начинали выскакивать слова. А сейчас он у нас уже рассказывает и стихотворение, и составляет предложение. Это очень важно нам. Сейчас Рафис проходит реабилитацию в центре два раза в год. Здесь получают помощь дети от трех месяцев до 18 лет. Большая часть пациентов – груднички. Тут возраст, когда можно максимально помочь ребенку. Специалисты применяют такой проверенный метод, как войтотерапия. Это специальная система, которая воздействует на определенные зоны, стимулирующие двигательные навыки. Здесь, например, идет воздействие на три зоны. Я специально не буду акцентировать внимание, как, например, мы заводим руку, обязательно фиксируем, захватываем ногу, выводим. Просто-напросто я боюсь, что сейчас родители будут повторять, а это не всем подойдет и сделают неправильно. Поэтому конкретно вот так уж мы не будем все досконально. На каждого ребенка подбирается своя определенная программа. Для каждого малыша своя укладка определенной зоны – время воздействия. Здесь стоит довериться профессионалу, такому, как Любовь Вичканова. В этой терапии она занимается 20 лет. По ее наблюдениям, а также родителей, чьих детей реабилитируют подобным методом, крохи показывают хорошие двигательные результаты, а также становятся более коммуникабельными и эмоциональными. В центре также широко используется физиомеханотерапия. Мы тренируем верхние конечности за счет статики, статического напряжения. То есть она держит ручку, и мы тренируем мышцы рук. Специальное оборудование помогает сделать упражнения еще и интересными для ребенка. Медики-центр обращают внимание, что в нем дети могут пребывать круглосуточно. Особенно это важно для сельских жителей. А ранняя реабилитация, в первую очередь для малышей, всегда лучше запоздалого лечения. Элла Шахова, Юрий Давыдов, Вести Ульяновск.